Доброе утро! Меня зовут Антон Скаль. Вы смотрите новости на телеканале Катунь24 о самом важном в ближайшие 5 минут. Книги на дом теперь больше и быстрее. Специализированный автомобиль для развоза книг незрячим появился в Барнауле. Такой неожиданный подарок от главы региона получила библиотека для незрячих и слабовидящих. Подробности в сюжете Анжелики Келлер. Новинки литературы сейчас доступны по одному щелчку компьютерной мыши. Но не всем. Незрячие и слабовидящие жители края получают их с задержкой до полугода. Хотя сотрудники специальной библиотеки все же стараются чаще радовать своих читателей новыми произведениями. И теперь, когда у них появился автомобиль, эта задача упрощается. На сегодняшний день служба доставки книга на дом очень актуальна, я считаю. Потому что раньше мы обслуживали около 100 пользователей надомного абонемента. Но приобретение такого автомобиля, я думаю, что значительно расширит границы наших пользователей. И будут обслуживаться не только люди с нарушением зрения, но и с другими заболеваниями. На автомобиле «Ниссан Альмира» сотрудники библиотеки теперь доставляют жителям Барнаула книги домой. Одна из постоянных читательниц, Валентина Горецкая, не видит с рождения. Уже 40 лет она каждый месяц заказывает литературу. Любит слушать и аудиозаписи. Почти ежемесячно они привозят книги. И знаете, у нас книги бралевские тяжелые, поэтому их еще и носить трудно. Они очень необходимы нам, эти книги. Мы с детства выросли на этих книгах. Такой услугой в крае пользуются больше 4000 человек. Чтобы бесплатно получить на дом новые издания, нужно лишь зарегистрироваться по телефону библиотеки в Барнауле. 38-48-80. Анжелика Келлер, Сергей Балуев, Новости. Изготовление флорентийской мозаики будут учить на Алтае. В будущем году в крае откроются сразу две мастерские Российской Академии Художеств. Одна графическая, другая по флорентийской мозаике на базе Колыванского камнерезного завода. Решение об этом уже принято Российской Академией Художеств в Алтайском крае. Это совместный проект Академии и Алтайского Государственного Института Культуры. Инициатор проекта, член-корреспондент РАХ Михаил Шишин уверен, что мастерские заработают уже в будущем году. А работать в них будут не только алтайские графики и камнерезы, но и мастера со всей России и с дальнего зарубежья. Телеканал «Катунь-24» запускает традиционную предновогоднюю акцию. Наши журналисты подарят мандариновое настроение героям самых интересных сюжетов и программ. Целый ящик цитрусовых от компании «Фруктовый мир». Новый год без мандаринов не праздник. Мы возобновляем давнюю традицию нашего телеканала. И каждую неделю мы будем дарить мандариновое настроение героям наших сюжетов 2017-го. И сейчас мы направимся, пожалуй, к самой важной героине – Ирине Яковенко. Несмотря на ограниченные возможности здоровья, она принимает участие в дефиле, путешествует и занимается экстремальным спортом. В 2007 году девушка попала в аварию и получила травму позвоночника. Врачи были уверены – она не встанет. Но, вопреки всем прогнозам, Ирина не просто вернулась к привычной жизни. Она начала новую. Открыла первую в Барнауле студию ЕМС-тренировок. Занялась экстремальным спортом и стала многодетной мамой. Здравствуйте! Кирилл! С наступающим Новым годом! Вас и всю вашу семью! Вот, держитесь, угощайтесь. Кирюша, смотри, что здесь? Это что такое? Держи. Мандарин? Огромное спасибо телеканалу. Конечно, мы не ожидали такого подарка. Теперь нам на все новогодние праздники, наверное, хватит. Хотя с нашей любовью к мандаринам не гарантирую, что утром половины уже не будет. Главное достижение Ирины в уходящем году – пополнение в семье. На свет появилась дочь Ева. Сейчас ей один месяц. Со всеми хлопотами многодетная мама справляется без труда. И бизнес вести успевает, и учится дистанционно. Друзья, с Новым годом! Пусть в будущем году будет много новых впечатлений, будет много новых свершений, будет много новых ступеней, на которые получается с легкостью, не с трудностями забраться, а именно с легкостью запрыгнуть. Пусть будет много здоровья, крепкого, сибирского. Ну, ребят, я думаю, что такого новогоднего подарка вы точно не ожидали, тем более аж за две недели до Нового года. Как думаете, за сколько вы сможете опустошить этот ящик с мандаринами? Ну, где-то за неделю. За неделю? Угу. А за день не получится? Ну, это смотря, какое будет настроение у Кирилла. Он твой главный помощник, да? Да. Ну что, вы можете приступать к этому прямо сейчас. Я вам желаю как можно скорее опустошить этот ящик. Семья Яковенко только первые герои нашей предновогодней акции. Кто станет следующим счастливым обладателем самого любимого новогоднего лакомства, вы узнаете в следующих выпусках. На этом у меня все. Хорошего вам дня. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»